дорогие друзья всем привет карантин друзья всем привет всем привет друзья вещаем из карантина в Алании для вас сидим в автомобиле да максим вот боится коррадовируса я не очень боюсь видите вот так немножко от меня отсел немного зажигалку на сегодня в гостях у нас максим несмотря на его сильную веру в коронавирус я его все-таки уговорил сесть со мной в машину я не знаю я скептично отношусь к этому но никому не навязывая свое мнение максим вот относится к этому очень настороженно да друзья это серьезная тема поэтому никого не слушайте берегите себя мойте руки что сказать предохраняйтесь да в любом случае хотим всем подписчикам и всем кто смотрит это видео пожелать здоровья хорошего иммунитета хорошего это в любом случае пригодится а сегодня у нас видео очень интересное видео будет посвященное деньгам очень много меня мне пишут комментариях с этим вопросом так люди спрашивают когда я с ними по ватсапу общаюсь как все-таки сюда правильно грамотно привести деньги чтобы рассчитаться за квартиру потому что многие выбирают здесь квартиру и потом начинают бегать с выпущенными глазами по алане как же сюда перевести деньги начинает терять деньги на процентах и так далее сегодня специально приглашенный эксперт вам расскажет три способа как грамот 4 будет бонусный это ваши эти дела да как они криптовалютные дела ну кто в теме тот поймет в общем четыре способа как сюда правильно грамотно привести деньги с собой ну что передаем слово максиму а еще совсем чуть не забыл совсем чуть не забыл максим открыл свой канал на ю тубе называется он алания жизнь без купюр друзья алания жизнь без купюр с почему такое название поясни за название но друзья это не значит без денег а то что настоящая натуральная без монтажа такая какая она есть без приукрас и так далее поэтому будет интересно уже записал несколько роликов по районам буду сказать различные темы все будет касаться именно непосредственно жизни здесь как что где зачем почему за сколько поэтому подписывайтесь друзья спасибо огромное ссылка будет в описании но мы начинаем да мы начинаем же она есть несколько способов как перейти сюда деньги это либо наличные ввести либо это сделать безналичный перевод либо это сделать наличный перевод себе либо опять сказал либо это криптовалюта давайте становимся на первом первую до наличные деньги друзья сейчас можно спокойно перевести деньги свыше десяти тысяч долларов не надо ничего декларировать на моника взяли погрузили и поехали если у вас какая-то большая сумма примера вы везете 50 тысяч евро да вы должны обязательно эту сумму указать в доллару микроволенте заполнить декларацию декларации можно скачать либо с интернета либо в аэропорту перед красным коридором стоечки стоят подошли заполнить декларацию она очень простая 5 минут времени занимает обязательно указывать всю сумму которую вы собой везете включая те десять тысяч долларов которые можно провозить без не декларируем человек не его я сразу уточним десять тысяч долларов это на человека если у вас летит двое например вы можете двадцать тысяч вы разложить по карманам по десять тысячbeкон . meer у одного человека обязательно да дата надо должна быть на абсолютно меня и обязательно какую сумму вы указываете в декларации она должна быть именно у вас не у не у всех вместе а именно у вас прям в кармане лежать да то заполнять декларацию у того должна быть сумма нельзя допустим заполнен декларацию 30000 евро премьер везет ваша супруга у нее symbols у вас 10 тысяч евро Почему говорю? Потому что мою супругу смотрели, проверяли, очень много случаев, я знаю друзей, которых тоже проверяли, пересчитывали деньги и так далее. Друзья, это очень серьезно, патрабанда валюты, это уголовное дело на самом деле, плюс огромный-огромный штраф и компенсация этих денег, поэтому будьте внимательны. Лучше не шутить, да? Да, не надо шутить, играть вот это самое. Тем более, да, задекларировать, просто некоторые думают, что если ты задекларировал, нужно какой-то процент там заплатить куда-то. Нет, ничего не надо, ну друзья, в любом случае этот документ пойдет какой-то налоговой, в любом случае будет узнаваться, да, откуда деньги и так далее. Ну в России, да, имеется в виду, что соответственно, если вы где-то украли деньги. Ну, друзья, налоговая не спит, поэтому в любом случае... Могут в России вопрос задать, откуда деньги. Ну в любом случае, вы когда деньги, вы же откуда берете, да? Скорее всего, там... Продали, скорее всего, квартиру свою, у вас есть договор. Вы с этими деньгами там пошли, вы же сразу там как-то, вы как-то аккумулировали в банке, пошли, покажали договор купли-продажи квартиры, получили банки. Банк видит, что деньги получат, поступили оттуда, оттуда. Сделали вам перерасчет, вы взяли доллары. То есть это как бы вообще не проблема. Ну то есть да, если у тебя в банке лежат на счету, ты снял их наличкой и потом везешь, то есть вопросов никого нет. То есть уже в банке, если они лежали в российском, то в принципе все нормально. Поэтому смело тысяч пятьдесят берите с собой, декларируйте сорок, ну пятьдесят, то есть вот эти тысяч и заезжайте вместе с наличкой. Да, друзья, по поводу вопроса безопасности. Как, что, потому что все боятся. Здесь на самом деле все очень спокойно. Здесь расчеты за квартиры происходят на коленках, в топу, там просто люди с пакетами, с дырявами, считают. Да, там просто вываливают столько денег. Да, никто там эти ячейки не мудрит ничего. Все налоги, пришли, почитали спокойнее, по карманам распекали, поехали. Сели на мопед, в багажник кинули пачку из денег, который вот так там вылезает со всех этих самых щелей. Сели и поехали. Второй момент, друзья, если вы сюда приезжаете, ну опять же, вы можете в течение дня, вы приехали сюда днем, вы можете в течение дня, ну в течение часа пойти, получить индивидуальный налоговый номер налогоплательщика, пойти в банки, отдать деньги, положить сразу на счет, в этот же день. Не надо там с ними ночевать, ходить под матрас, там прятать, проживать. То есть открыть счет в местном банке сразу и положить себе на счет. Но тем более, сразу скажу, тем более мы вас, ну если вы смотрите это видео, скорее всего будете обращаться ко мне за покупкой квартиры 100%, либо я вас встречу в аэропорту с вашими деньгами, либо трансфер у нас будет. То есть встретим, довезем до офиса, ну то есть вообще никаких проблем в собитании. Да, ну как бы в двух словах. Друзья, если будут какие-то вопросы, пишите в комментариях, мы на все ответим. Спрашивайте, мы должны сказать про вот этот лимит, что 100 тысяч, да, там максимум как-то. Ну, с 2020 года, но это касается, я думаю, не думаю, а что касается нашего таможенного союза, там в Белоруссии, с Армении и так далее, то что сумма, которая перевозит свыше 100 тысяч долларов, она должна быть, она должна быть раскрыта откуда, откуда эта сумма, то есть да, какой-то доход, понятно. А кому-то будешь раскрывать, нет? Ну вас потребует какой-то документ, понятно, что это только 2020 год, только нововведение потребует какой-то документ, который подтверждает происхождение этой суммы, все. А, ну то есть еще пока не очень понятно, да, там поэтому еще неизвестно. Хорошо, хорошо, переходим тогда к способу номер два. Да, друзья, это перевод денег по системе SWIFT. Смотрите, вы посмотрели, подумали, у вас четкое решение купить квартиру. Вы должны сначала прийти в свой банк, неважно, какой это банк, и выяснить все нюансы, все вопросы по поводу перевода денег. Перед прилетом сюда, да? Да, перед прилетом сюда. Как, что, почему, какие условия, потому что условия у всех разные. Многие блогеры и ребята рассказывают об одних условиях, а других, а третьих, четвертых. Вы должны сами пойти в банк и узнать, почему, потому что раз здесь различные программы, есть различные статусы клиентов. К примеру, как я вот делал, если вы клиент какого-то банка, то вполне возможно, и у вас какая-то сумма аккумулирована на счету, то вполне возможно, что в этот перевод можно сделать вообще бесплатный суд. Более лояльно, да, какие-то условия будут? Да. В общем, надо сходить, просто задать вопрос, да, в своем банке, и выбрать наиболее такой приемлемый для вас комфортный. Второй момент. Вы приезжаете сюда, вы обязательно открываете здесь счет банки, его здесь открыть несложно, нужно несколько документов, по крайней мере в одном из банков, да, где я обслуживаюсь, нужен российский паспорт, где прописка российская ваша стоит, нужен индивидуальный номер налогоплательщика и загранпаспорт, все. Больше ничего не нужно. Ну, давай скажем, наверное, ННН нас просто вообще получить? Друзья, ННН получить просто, на самом деле, 5 минут, но... Куда идти? В налоговую, да, местную? Да, идти в налоговую, но сейчас налоги закрыты, друзья. Да сейчас... Можно вообще никуда не ходить, друзья, есть интернет, приезжайте, мы вам возьмем ННН через сайт налоговой инспекции в течение 15 секунд. А, мы можем так сделать? Конечно. Я даже не знал, что мы так можем сделать. Друзья... Оказывается, мы так можем сделать. Конечно, все это можно сделать. Приезжайте сюда открывать и счет в банке, и в принципе, в принципе, вы можете уже сделать перевод из российского банка, по идее. Ну, то есть мы берем там... А как они сюда, в рублях, получается, как вот эту конвертацию сделать? Нет, в валюте, почему у вас там открыт валютный счет? То есть там должен быть валютный именно счет открыть, например, 50 тысяч евро, да, сегодня будем про 50 тысяч евро? И сюда переводим 50 тысяч евро на новый счет, который здесь открыт? Да, абсолютно верно. Но, безусловно, банк просто потребует определенные реквизиты банка турецкого, да, вы должны здесь четко записать, сотрудник вам должен дать четкую информацию, какие графы должны быть заполнены и так далее. Но, по своему опыту, друзья, я переводил деньги вообще через мобильное приложение. У меня было установлено... Ну, мобильное приложение Сбербанка? Мобильное приложение, нет, на Сбербанк я переводил через Юникредит, и я приехал сюда, открыл за счет, и буквально в течение двух дней я все это сделал через мобильное приложение, очень удобно, и без проблем деньги пришли. Процент списали какой-то? Нет, не списали, почему, потому что, опять повторюсь, друзья, все зависит от статуса клиента в банке. Я был VIP-клиент, у нас там сумма от 3,5 миллионов или от 3 миллионов, не помню, без процента, то есть процент, я не заплатил вообще ни копейки. То есть, и пошел, потом снял, тоже без процента? Ну, снял, либо как-то, или просто на счету, да. Все, деньги у тебя на счету, ты уже тоже здесь можешь как хочешь им распоряжаться, переводить, там тебе открывать здесь сразу турецкий счет, счет в евро, счет в лирах, счет в долларах, как угодно уже. Можно рассчитаться, да, уже. Еще такой немаловажный момент. Как переводить деньги самому себе? Да, вот как переводить. Я переводил, мне переводила супруга. Очень важный момент, друзья, если в браке, пусть, самый лучший вариант будет, если супруга, переводит супругу, да, у супруги отсчет, открыт счет банк, банки Москвы, у супруга открыт счет в банке в Турции. Для чего это, для чего это нужно? Для того, чтобы перевести счет за границу, к примеру, самому себе, вам в банк нужно предоставить справку из налоговой о том, что она уведомлена, что у вас есть заграничный счет. Какой банк подожди? Любой банк, в любой банке есть. Здесь? Нет, там, в банк. То есть, в России, если хотите сделать перевод в своем себе, вы должны предоставить документ из налоговой о том, что она уведомлена, о том, что у вас есть заграничный счет. Она, жена. Или кто? Если сам себе переводишь. Так, у меня нет жены. Если у тебя нет жены, у тебя есть отсчет, ты хочешь перевести деньги сюда. Так. Ты берешь эквизиты счета здесь, из Турции Турецкого. Едешь в налогу, говоришь там, друзья, у меня открыт счет в Турецком банке, я вас уведомляю. Вам дают справку о том, что они, налоговая инспекция, уведомлена, что у вас есть счет заграничный счет. После этой справки вы держите свой банк и только с наличием этой справки вы сможете сделать перевод самому себе за границей. Опять же, вы должны четко понимать, что раз в календарный год вы должны отчитываться по движению средств на своем счету. Поэтому кому-то удобно, кому-то неудобно. Мы сделали по-другому. Когда муж отправляется к жене или наоборот, эта справка, она не нужна. Зачем кому-то знать, что у кого-то что-то где-то как-то открыто. То есть самому себе меньше доверия, чем когда жена тебя переводит? Я не знаю, вопрос доверия, не доверия, не вопрос доверия. Лайфхак создает в том, что когда супруги переводят друг другу. А, это лайфхак. Ну, как хотите, друзья, то налогу и давлять не нужно. Понял, понял. Поэтому мобильное приложение, все это уточняйте в банках своих. У каждого сейчас приличного банка есть свое приложение. Спрашивайте, консультируюсь. Мне это очень так легко удалось, вообще без проблем, вообще просто на раз, два, три. Поэтому пользуйтесь, переводите, покупайте. Хорошо. Это способ был номер два? Да, номер два. Третий способ, да. Третий способ, вы можете, допустим, перевести. Вы, к примеру, в Сбербанке, в приложении есть там перевод за границу, да, функции. Вы можете перевести себе. Но, опять же, небольшую сумму, но можете перевести в турецкий банк. Вы можете перевести себя. Но, опять же, лимит пять тысяч долларов и, друзья, после этого повышенная комиссия и так далее. Но Сбербанка, как говорят, есть Сбербанк, есть социальные банки в России. Он такой тяжелый, без объяснения причины, может себе отклонить перевод и так далее. У меня были случаи, когда бронируешь отель, тоже где-то по Турции, там небольшая сумма через интернет, там, да, бронируешь себе, а они просто тебе не разрешают провести транзакцию и так далее. Ты начинаешь думать, там, что, счет закрыт, не закрыт, искать этот телефон поддержки, и, то есть, не нравится мне просто Сбербанк. Мне тоже не нравится Сбербанк. Ну, как бы, если вы приехали с этим картами, да, вот у тебя Тинькофф черная карта, да, у него, по-моему, вообще 11 карт различных направлений, видов. Ты тоже можешь снимать, там, больше 300 лир вообще без процента. У вас тоже, кстати, есть лимит, тоже там. Олег Тинькофф, если ты меня видишь из мест не столь отдаленных. Что отдаленных, сидит в Англии, нормально отдыхает. Нормально, все, высылай мне денег, я сейчас буду рекламу тебе делать в твоей карте. Смотрите, карта Тинькофф, что касается просто ввоза денег сюда, ну, для того, чтобы здесь что-то рассчитываться, просто можно и продукты там купить, и какие-то покупки сделать, и снять небольшую наличность здесь. Карта Тинькофф, я ехал сюда вообще на машине, у меня было с собой налички, наверное, 100 долларов всего лишь так в кармане, которые мне пригодились только на границе, когда я покупал страховку на вот этот автомобиль. За 50 долларов. Друзья, кстати, вы можете с кроссовку купить в 10 раз меньше, не в 10, а в 5 раз дешевле в России, грин-карты. Не надо ничего покупать. Но вы даже что-то понимаете, что страховка в Грузии не работает. Я оставил немного, ребята. Хорошо. Про что я говорил? Ты говоришь, что с одобатами. А, про Тинькофф. Что ты купил за 50 долларов страховку. Да, в общем, у меня просто деньги были на Тинькоффе. Там внутри карты можно мультивалютный счет себе сделать. У меня то есть рублевый, долларовый, евро и в лирах. Выбираешь, какое основное там. То есть в приложении держишь и наверх ее ставишь. Вот этот основной твой счет. Прикладываю везде телефон либо карту. Очень удобно, да. И просто рассчитываюсь. Конвертирует. Конвертирует. Он там берет малюсенький там процент. Ну, я сравнивал просто глобальный вот этот мировой курс. И курс, по которому переводят. Ну, там чуть-чуть. Чуть-чуть десятые доли какие-то. Вот, в принципе, очень удобно. Не везти сюда наличку. Можно вот так ходить с Тинькоффа, с этой карты. Ну, везде здесь уже. Практически везде принимают. Ну, единственное. Снимать, снять можно в банкомате. В банкомате. Халк. Халк банк. И ПТТ банк. Почта местная. Тоже я снимал. Тоже без процентов. Но нужно снимать от трех тысяч рублей. Как в России от трех тысяч рублей без процентов. И здесь, да, от трехсот примерно лир. Ну, да. Но, опять же, там есть лимит. По-моему, это сто пятьдесят тысяч рублей. И если вы снимаете сумму, которая превышает этот лимит, друзья, два процента будет добры. Да. Ну, я говорю о таких. Я не думаю, что здесь сто пятьдесят тысяч рублей потратиться за две недели. Вообще, третий способ у нас неудобен. Потому что теряйте. Для того, чтобы вам набрать сумму. Мы сейчас остановились на сумме пятьдесят тысяч евро. В любом случае, посмотрите, там, пятерки снимать. Ну, получается, да. Третий способ, он не совсем такой удобный. Теряете деньги. В основные два, наверное, способа. Ну, и Максим сейчас он бонусный. Друзья, есть еще такая платежная система. Еще один, этот самый лайфхак. Еще лайфхак. Сентпэй. Сентпэй называется, да. Лимиты где-то в районе десяти тысяч долларов в месяц можно отправлять. Не только из России в Турцию, но и из Турции в Россию. Это очень важный момент. То есть, турецкая карта на российскую карту может отправлять и обратно. Сентпэй. Ну, что, типа, есть вот у меня наличка, например, лежит сейчас десять тысяч долларов. Это платежная система, типа, ну, платежная система, адвокэш, сентпэй, там, и пейманс. Нужно какую-то карту получить? Ничего не карту все делается онлайн, в интернете и так далее. А как мне... То есть, у тебя в Турции есть дебетовая карта? Вот, например, возьмем, у меня десять тысяч долларов наличка здесь лежит. Да, ты пошел... Хорошо, ты пошел. Ты пошел, положил их в банк на дебетовую карту, да. Ты зашел в личный кабинет этой платежной системы. Так. Зарегистрировался по своему турецкому номеру телефона. Это очень важно. Потому что, если вы из Турции пересечисляете в Россию, турецкий телефон, из России в Турцию и российский телефон. Так. Все, их проблем отправили. А у того человека... Ничего? Сразу на карточках. Стоит девять лир, друзья. Очень недорого, прям, девять лир перевод. В общем, кому непонятно... Ссылочка в описании прикрепим, друзья. Зайдите, посмотрите. У него ютуб-канал, к нему обращайтесь, в общем. Не, ну это тоже ссылочка. Информация полезна, мало ли кто-то здесь уже, там, кто-то в России страдает. Ссылочка на канале себе прикрепишь снизу. На куда? На Сенпэй. А, на Сенпэй. Ну хорошо, ты мне тогда скинь, Максим, мне скинь ссылочку, я прикреплю обязательно. Ну, друзья, и последняя тема, ну понятно, что все, кто в теме, то что знают, что валюта, это вообще без проблем. Понятно, что она вообще волатильная, да, потому что там она скачет, туда, сюда, вверх, вниз. Ну тоже, как один из инструментов вообще без каких-то проблем. Правда, что у нас рубль, это второй из конца по волатильности в мире? Да, у нас самая волатильная валюта в мире на втором месте она, поэтому нельзя. Сверхдержава наша. Да. И, я думаю, что рубль, наверное, скорее всего, будет еще немножко приседать. Нас ждут тяжелые времена, нефть падает, ничего не производим. Жалко, конечно. Да, но вообще ничего не производим. Ну, что-то там производим, я, кстати, читал там какие-то. Ну, что мы производим, ничего не видел, ни телевизора, ни чайника, ничего. Ну, зайдите к себе домой, просто посмотрите, что-то у вас произведено в России. Телефон, да, картошку с Израиля в России. Да, тут даже, в Накубай у нас. Из Краснодара звонят, где-то по 300 рублей помидоры в Краснодаре. Ну, как так? Ну, я вот видео недавно выставлял, лимоны 520 рублей килограмм стоят. Застрелиться просто. Так, ну что про твою криптовалюту? Ну, ребят, есть такая платеж система, называется CryptoPay. Карточки доступны, пластиковые карточки доступны уже, по-моему, в Москве точно они доступны, в Санкт-Петербурге. Тоже очень удобно. В карте у вас привязаны что-то биткоины, филы, рипла, рублей, доллары, фунты. Извини, рубля нету. Фунты, доллары, евро. И вы можете спокойно, если у вас есть какая-то криптовалюта, вы можете в своем личном кабинете прямо в телефоне сразу поменять, сразу вывести себе это на карту, расплачивать в любой точке мира, либо сделать перевод на какой-то биткоин-кошелек, на эфир-кошелек и так далее. Тоже все это в мобильном приложении. Очень удобно. Пользуйтесь. Кто в теме, тот, я думаю, поймет. Я ничего не понял, я вообще не в теме. Ладно, давайте обобщим. Получается, на самом деле, у нас два таких основных способа. Это то есть наличкой привести и сделать себе перевод и здесь опять же снять наличку, да? Да, абсолютно верно. Есть еще способ, конечно, отправить просто застройщику на расчет, на счет. Почему такой способ не совсем актуален? Потому что в основном застройщики так же, как и в России, уходят от налогов и не принимают всю сумму. Например, у нас была квартира, мы продавали за 100 тысяч, 95, да, была цена квартиры. Они только 20 и готовы были принять себе на счет. Забегая вперед, наш застройщик готов всю сумму принять на счет себе. Забегая вперед, вот дистанционные покупки. Я сейчас поеду делать видео о нашем застройщике. У нас уже 8 объектов в городе, поэтому обязательно подписывайтесь, дальше будет интересно. Еще, кстати, я видео запишу, сейчас проедусь по Махмутлару, проедусь чуть-чуть по городу. Посмотрите, как вообще карантин проходит в Алании. У кого не получилось прилететь сюда, немножечко сплакнете. Но, я думаю, все равно скоро все закрывается, месяц-два и можно уже будет приехать. Так, ну что, все по нашему видео, по деньгам. Я думаю, все понятно, вроде все разжевали. Если есть какие-то вопросы, обязательно задавайте в комментариях. Максим зайдет, ответит, он обещает, он на прошлых видео отвечал, сдержал свое слово. Поэтому пишите, ваш комментарий не улетит в никуда. Друзья, не забудьте подписаться на мой канал. Подписывайтесь, да, на канал Максима. Ну что, все, на сегодня все. Всем пока, всем здоровья, хорошего иммунитета. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok